Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дневном сне у взрослых. Полезен ли он? Вреден? Когда спать? Сколько спать? Это очень частые вопросы, которые мне задают и пациенты, и здоровые люди, которые интересуются своим сном и тем, как его можно улучшить. Меня зовут Роман Бузунов. Я врач-сомнолог. И уже больше 25 лет занимаюсь диагностикой и лечением расстройств сна, а также улучшением сна здоровых. Если вы интересуетесь качеством вашего сна, если у вас какие-то проблемы со сном, подпишитесь на мой канал и не забудьте кликнуть на колокольчик, чтобы не проспать мои новые интересные видео. Итак, дневной сон. Но с одной стороны, вы же знаете, что дети все практически спят. И они спят даже по несколько раз в день, когда они совсем маленькие. Когда мы становимся взрослее, дневной сон как бы исчезает из нашего, если так можно выразиться, дневного рациона. Но у некоторых людей это даже некая потребность есть в дневном сне, и причем даже культуральная. Ну вспомним, допустим, сиесту в Испании. Люди там достаточно часто и достаточно много, час-два могут поспать днем. Но давайте мы будем не про Испанию, мы будем про Россию и про наших людей. Так вот, полезен или вреден дневной сон? Однозначно сказать нельзя. У некоторых людей он может быть полезным, у некоторых вредным. И начнем с того, когда он вреден. Первое. Если вы поспали днем, а потом это нарушило вечернее засыпание и как-то так или иначе ухудшило ваш ночной сон, это значит вредный дневной сон, который лучше исключить, немножко переждать дневную сонливость, которая есть, перетерпеть и затем хорошо заснуть вечером и хорошо проспать ночь. Еще один аспект дневного сна, который может быть вреден, это так называемый неосознаваемый дневной сон у пожилых людей. Часто люди могут дремать возле телевизора, дремать с газетой, то есть они даже не совсем осознают, что они спят, но на самом деле этот дневной сон может суммарно составлять час, два, три. А если человек днем выспался, ну вернее много достаточно поспал, то фактически возникнет проблема с тем, что человек не сможет спать ночью. И вот у пожилых нужно стараться или очень структурировать этот сон, то есть чтобы человек спал очень определенное время, ну и желательно тоже не очень долго, об этом мы еще поговорим, но не дремал вот так вот неосознанно, когда у него некая спокойная обстановка или состояние, когда он смотрит телевизор, читает газету, ну или просто отдыхает. Человек может даже еще раз не осознавать, что он спит, но два-три часа поспать, а это существенно ухудшит, соответственно, ночной сон. Теперь давайте к здоровым людям, которые тоже задаются этим вопросом. Если вы поспали днем, и это никак не ухудшило ваш ночной сон, то прекрасно можете отдыхать, тем более если вы чувствуете, что сон освежающий, что вы вторую половину дня себя хорошо чувствуете. По длительности сна. Даже пятиминутная минимальная дрема может освежить. Это тоже известный такой микросон, когда человек более или менее приходит, если так можно выразиться в себя, и может активно функционировать. Длительность сна, в общем-то, в идеале составляет где-то 15-20 минут. Это уже освежающий сон с одной стороны, но с другой стороны, вы не придется потом испытывать часто проблем с засыпанием в вечернее время, так как вы не очень долго поспали. Считается, что нежелательно спать больше 45 минут, так как можно дойти до глубокой стадии сна. А если вы окажетесь в глубокой стадии сна, так называемом дельта сне, и в этот момент прозвонит будильник, то есть вам нужно будет вставать, у вас может быть спутанность сознания. То есть вы встанете с ощущением такой, не совсем понятно, где я, что я, и нужно будет приходить в себя. Иногда очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна, поэтому лучше до нее не доходить. Теперь следующее. По длительности, по времени, когда человек спит. В идеале это может быть послеобеденное время, но нежелательно спать во вторую половину дня, вот туда уже ближе к 5, 6 или 7 часам вечера, потому что это вот как раз может перебить ваш ночной сон. Таким образом, желательно, если вы стандартно отходите ко сну вечером где-то в районе 22 часов, 23, то сон дневной должен закончиться где-то в 4, максимум в 5 часов дня, чтобы вы в принципе потом все равно накопили некоторую усталость. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость лучшая подушка. И в общем-то достаточно быстро заснули. Таким образом, поэкспериментируйте по длительности сна, покороче, подлиннее, по времени, ну, может быть, чуть-чуть ближе к, так сказать, там, послеобеденному времени или чуть попозже, ну, в зависимости от того, насколько поздно вы ложитесь вечером. Но еще раз, не переусердствуйте и не переспите днем, и обращайте внимание, чтобы ваш дневной сон не нарушал ваши вечерние засыпания и ночной сон. Ну, и один такой маленький лайфхак, в конце скажу, который связан с тем, что если человек, допустим, хочет поспать днем, когда он за рулем, то есть за рулем автомобиля, и ему нужно, допустим, днем он начинает испытывать некоторую сонливость, что делать? Обычно что происходит? Человек останавливается, спит, допустим, 15 минут, потом выпивает теплый чай, кофе крепкий, да, садится за руль и едет, правильно? Ну, так в основном делают, но это совершенно неправильно. Дело в том, что после такого даже 15-минутного сна человек еще немножко чувствует такой вот, ну, приходить в себя нужно, да? А более того, если он употребил крепкий чай или кофе, сладкий, сам кофеин начнет действовать через где-то 20-25 минут. Но сладкий напиток дополнительно еще повысит степень расслабленности и сонливости. И вот тут есть проблема, что не надо сразу после того, как вы проснулись, что-то сладкое пить, потому что это может дополнительно вызвать сонливость. В идеале вы должны остановиться, выпить крепкую чашечку чая или кофе и лечь поспать на 20 минут. Через 20 минут вы и более-менее придете в себя, но в то же время начнет действовать кофеин, и вы гораздо бодрее сядете за руль и поедете, и не будет вероятности того, что вы заснете прямо после того, как вы поспали и сели за руль. Ну, а, собственно говоря, всем вам еще раз пожелаю хорошего сна. Вы видите здесь конечные заставочки. Ну, это самое новое видео, которое здесь у меня на канале. Вы можете его посмотреть. Вы можете посмотреть то, которое YouTube посчитает самым подходящим вам после того видео, которое вы посмотрели. Ну, и посмотрите, допустим, плейлисту бессонницы. И хочу сказать, что сейчас существуют техники, и в частности, когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, которая позволяет излечить хроническую бессонницу за 6 недель без снотворных. И я эффективно применяю эту программу и помогаю значительному количеству пациентов с бессонницей. Еще раз хорошего вам сна. Удачи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.